Привет, это СтопФейк, еженедельный дайджест о российской пропаганде. Меня зовут Руслан Дениченко. На этой неделе исполнилось 5 лет с начала оккупации Крыма, и мы решили вспомнить, как Кремль использовал свои СМИ для проведения операций по захвату полуострова. Итак, март 2014 года. Россия начинает спецоперацию по захвату Крыма. Неизвестные в камуфляжах и с оружием захватывают на полуострове административные здания, вокзалы и аэропорты. Улицы наводнены военной техникой. Звучат первые выстрелы, появляются первые жертвы. В это же время в обиход запускают словосочетание «вежливые люди». Такое название пропаганда придумала для российских кадровых военных без знаков отличия. Путин и Лавров врут всему миру, что российских кадровых военных там нет, мол, все это силы местной самообороны, а оружие и форму они купили в военторге. После этого российские гибридные войска без опознавательных знаков называют также их там нетами. Да и термин «военторг» прочно закрепился за тайными поставками России оружия и боеприпасов всевозможным боевикам. Перед фейковым референдумом Кремлю было очень важно запугать местное население. На всех российских каналах рассказывали об украинских фашистах и кровожадных правосеках, которые якобы едут в Крым, чтобы расправиться с неугодными. Вот одна из таких историй. Сотрудница канала «Раш Тодей» Пола Сли рассказала, как из-за боязни погромов из Крыма бегут евреи. Синагога опустела. Равин собирает вещи. Я не хочу уходить, но вынужден. Потому что я хочу, чтобы мои дети чувствовали себя в безопасности, чтобы они были свободными и открыто выражали свои мысли. Трогательная история о том, как Равин Миша Капустин вынужден покинуть свой дом в Крыму. Из сюжета складывается впечатление, что он напуган приходом к власти в Киеве радикалов, мол, они уже поджигают синагоги, разрисовывают их двери антисемитскими лозунгами и свастиками. Но что оказалось на самом деле? Равин уехал из Крыма как раз из-за российской оккупации. Вот он спустя какое-то время в вышиванке фотографируется во Львове, так сказать, в логове правосеков. Примеров таких, построенных на неправде сюжетов, которыми запугивали крымчан навалом, к сожалению, во многом эта пропаганда подействовала. Тогда, в 2014 году, никто, наверное, не мог и представить, что центральные телеканалы могут так бессовестно врать. Уже после референдума и незаконной аннексии российская пропаганда получила новое задание. Во-первых, показывать, что международное сообщество смирилось с ситуацией и вот-вот признает Крым российским. Поэтому на полуостров начали возить каких-то мутных людей, в том числе американцев и европейцев, представляя их официальными делегациями или влиятельными бизнесменами. Например, канал НТВ сообщил о первом визите в Крым норвежской делегации дипломатов, правда, стыдливо назвав их народными. Что значит народный дипломат – непонятно. Если мы попытаемся опубликовать свои наблюдения о Крыме в норвежских СМИ, крупные издания печатать нас не будут. Мы проверяли. Об этом заявил руководитель организации народных дипломатов Норвегии Хендрик Вебер. Я сожалею об этом потому, что, я думаю, для народа Норвегии тоже было бы очень важно знать, что здесь происходит, как живут тут люди. Нам просто открыто и понятно, что в 2014 году народ сам решил жить в составе России. Но на самом деле глава так называемой делегации – мелкий и, по-видимому, не очень успешный предприниматель Хендрик Вебер. Он продает бетон. Оборот его фирмы можно сравнить с сельским магазином. К тому же последние годы он декларирует лишь убытки. По-видимому, подвязавшись защищать российскую позицию по Крыму, парень хочет банально решить свои финансовые проблемы, пишут пользователи в соцсетях. Еще одна важная для пропаганды тема якобы массового одобрения крымскими татарами – политики Путина. Перед российскими президентскими выборами кремлевская пропагандистская машина взахлеб рассказывала, что крымские татары заявили о его поддержке. Мол, такое заявление подписал даже Общественный совет крымско-татарского народа, в который входит свыше 20 организаций. Но оказалось, что речь идет о заявлении некого Сайтумера Неметтулаева. Как нам удалось выяснить, этот персонаж не является лидером крымско-татарского народа. До аннексии он был членом партии регионов и руководил администрацией генического района Херсонской области. Проворовался. За это правоохранительные органы Украины открыли на него три уголовных производства и объявили в розыск. Украинцы смирились с потерей Крыма и массово едут отдыхать на полуостров. Еще одна излюбленная тема пропаганды. Традиционно каждый летний сезон российские СМИ придумывают сказки о наплыве украинских туристов. На админгранице с Крымом якобы очереди из желающих посетить полуостров, а не безвизовые европейские страны. Стопфейк регулярно проверяет эти данные, и они далеки от истины. Статистика показывает, что на самом деле в Крым перестали ездить даже российские туристы. Их пугают высокие цены и низкое качество услуг во временно оккупированном Крыму. Ну и данные украинских пограничников тоже подтверждают. Украинцы все реже пересекают админграницу с Крымом и в основном ездят не на отдых, а к родственникам. Да и лидеры цивилизованных стран вот уже пять лет постоянно напоминают. Аннексия незаконна, признавать ее никто не собирается. Крымские санкции против России остаются в силе. Ну и на десерт. Очень смешная история о российском пропагандисте Дмитрие Киселеве. Он, кстати, тоже связан с Крымом. На Черноморском побережье у него большой дом. Так вот, на этой неделе в Германии племянника российского телеведущего приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Этот срок Сергей Киселев получил за то, что воевал на Донбассе за сепаратистов. Свою вину в суде он не отрицал, хотя и заявил, что никого не убивал. Но самое забавное, откуда власти ФРГ узнали о подвигах младшего Киселева? Просто в конце 1917 года дядя, то есть Дмитрий Киселев, похвастался об этом факте по телевизору. Получается, сдал племянника с потрохами. Немецкие следователи задержали боевика в Болгарии и депортировали в Германию, где и судили. В соцсетях потешаются над болтливым пропагандистом. Каких только комплиментов ему не придумали. Такая вот современная версия истории о Павлике Морозове. Это был выпуск программы СтопФейк. Мы продолжим наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на вранье и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. С вами был Руслан Дениченко. До встречи ровно через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова